В Google Плюс попался пост Андреуса Хофера, как собрать данные со всех страниц в электронной таблице об успехах одного из учащихся для того, чтобы можно было показать эти результаты, сведенные в один лист ему, его родителям, и приложена сама таблица, с которой можно снять копию и поработать с ней, чтобы разобраться. Когда вы станете профессионалами в формулах для таблиц Google, то вы сможете разобраться в этих простых достаточно формулах, которые вставляются непосредственно в ячейки. Если мы фамилию Шон Коннери поменяем на другое, например, Джек Николсон, то у нас автоматически поменяются эти данные. Я не стал переводить, а сделал нашу интерпретацию с четвертями, первая, вторая, третья, четвертая, четверть, и можно посмотреть, как это делается. Таблица, ссылка на эту таблицу будет тоже предложена вам, можно с этой таблицей поработать, сама ссылка будет находиться, я думаю, в свойствах под окном плеера, если вы смотрите это видео на YouTube, и в посте Google+, который будет опубликован сейчас, когда закончит работу, выложу все файлы. Все команды я копирую из программы Андреса Хофера, изменяя только параметры на параметры, соответствующие нашей таблице. Вместо тем 1, тем 2 будет первая четверть, вторая четверть. Сами четверти интерпретируются как 1 апреля 2014 года, но я думаю, это не очень существенно, можно было поменять формат этих ячейок. Я их оставил такими, какие есть. Все фамилии, которые будут встречаться на итогах по ученикам, будут ссылаться на вторую ячейку. То есть в ячейке D2, F2 и H2 будет вставляться одна и та же сфамилия, которая находится в B2. Как это делается, можно посмотреть в этом видео. Меняя фамилию на Мышкин, Кошкин, можно посмотреть, что оценки эти соответственно меняются. Продолжение следует... Продолжение следует...